Сегодняшнее видео посвящается подготовке роз к зиме, в том числе и плетистой, как я готовлю перед укрытием. Мы с вами готовили розы к зиме, когда удобряли, ссылочку, если кто не видел, сделаю под этим видео, а сейчас уже другая подготовка. Вот что я буду делать с плетистыми, чайно-гибридными, трибунды, кустовыми. Кому интересно, ну кто не знает, молодые розоводы, то тех приглашаю. Итак, приступаем. Я Наталья Белотелова, здесь дачные темы разнообразные, но много роз и цветов. Итак, готовим розы, чайно-гибридные в данном случае, к зиме. Я чайно-гибридные тоже укрываю, но нужно это сделать до укрытия, для того, чтобы я потом не тратила время. И еще дать сигнал розе, что наступает зима. Потому что, видите, она вечно зеленая, она как вот наши деревья, вот смотрите, вот наши дубы. Она не желтеет, листья не сбрасывает, она не знает, что придет зима. Поэтому мы должны ее подготовить к зиме. Вот для этого. Вот, например, я буду на такой высоте ее срезать, ну где-то полметра. Кто-то срезает 15, 20, 30, 40 сантиметров. Я в том году, например, и еще раньше до этого вообще ее не обрезала. Их, все эти чайно-гибридные. Я их вот так вот пригибала и под укрытие. Ссылочку на видео, как я это делаю, покажу. Но в этом году я буду обрезать. Для чего? Для того, чтобы они у меня как бы омолодились. Потому что иначе они будут все время старые, все время старые и долго не проживут. Поэтому, смотрите, листья вот эти обрезаю, просто вот так вот обрезаю листья. Вот туда дальше не буду обрезать, потому что я же их все равно вот тут вот срежу. Вот, поэтому обрезаю только внизу. Ну, конечно, еще такое. Здесь я вам показываю именно про листья. А потом, что я буду делать? Я, конечно, буду еще дальше показывать. Но сейчас я просто обрезаю листья. Те, которые ниже среза. То есть выше среза обрезать. Ну, зачем? Тратить столько времени. Поэтому просто обрезаю листья, которые у нас ниже будущего среза. Сейчас я это проделаю. Листья, которые я обрезаю, я их потом обязательно выкину и сожгу. Ну, мало ли что, потому что розы, они у нас такие. Кучу эти я потом уберу. И вот, смотрите, весь низ у роз я обрезала листья. Вот опять кучу. Уберу сейчас. Видите? Вот этот ряд я обрезала. Ну, за 10 минут. Розу от всех вот, но они просто привязаны вот к этой стойке. Буду отвязывать, чтобы она приняла более или менее горизонтальное положение, так как она пойдет под укрытие. Это плетистая роза Вестерленд, немецкая. Структура ее веток плотная, крепкая. Роза Вестерленд Так, с помощью досок я справилась со своей розой, сделала ей горизонтальное положение. На доску положила еще такие миленькие дощечки, довесочки, чтобы был определенный вес и чтобы ветки розы привыкли к этому состоянию. Эти миленькие веточки тоже подкладываю под доску. У этой розы есть вот такая старая-старая ветка. Вот ее я буду полностью удалять. Видите, она такая старая. Такая она не старая. Все, вот таким образом я уложила ветки розы в горизонтальное положение. Они будут к этому положению привыкать и потом под укрытие будут уже свободненько лежать. Ни за что я их цеплять уже не буду. Без таких перчаток работать с розами невозможно, поверьте мне. А это плетистая роза Фламентанс. У нее ветки, в отличие от предыдущей, наоборот, очень гибкие и тонкие. Очень неприхотливая роза. И вот начинающим розоводам я советую из плетистых именно ее. Ну, как видите, я одна справляюсь с таким большим кустом плетистой розы. Роза это, конечно, с шипами. Почему я и говорю, что нужно обязательно применять перчатки. Ссылочка на перчатки будет под этим видео. Ветки у этой розы можно обрезать, как вы хотите. Но я не обрезаю. Почему? Потому что они украшают розами внутреннюю сторону забора, то есть внутри двора. А также и наружу, на улицу. Поэтому у меня вот такие длинные ветки. То есть кроме нас еще и любуются люди, которые проходят мимо нашего дома. Никакого груза на эту розу класть не надо. Она такая гибкая, она сама вот улеглась на землю уже. И будет готовиться к своему этому положению до укрытия. И буквально на следующее утро вот такая картина встретила нас утром. Было ночью, оказывается, минус 4 градуса. И вот такие замерзшие цветочки у нас остались в саду, на огороде, во дворе. Прощаются с нами наши красотки. Всем до свидания, всем пока!